Весь мир работает на заказ. Это должен усвоить современный человек. Не только любой экономист, но просто любой грамотный человек должен знать и понимать, что весь мир работает на заказ. Будет заказ – сделаем. Не будет заказа – так никто и не пошевелится. Никакая серьезная фирма на рынок просто так, кроме разве рекламных демонстрационных образцов, делать не будет. Сколько лет строится, например, современная атомная подводная лодка? Десять лет. Таких предприятий просто нет, которые могут себе позволить десять лет на свой страх и риск такую лодку делать, чтобы потом вынести ее на рынок и узнать, купит ее кто-либо или нет. Нет, вы сначала заключите с предприятием договор, дайте заказ и хотя бы частично его оплатите. Только после этого, изделия начнут производить. А иначе и не начнут. А корабль военный? Авианосец – сколько его делают? Поэтому у нас из надводных военных кораблей выпускали в основном корветы. А что такое корвет? Это сторожевой корабль. Выйдут американские авианосцы, а мы на корветах выплывем навстречу. И что? И посмотрим, куда они плывут. А что же мы еще можем сделать на корвете против авианосца или крейсера? Ну, вот уже начинают фрегаты делать. Уже заказали фрегаты. Есть прогресс в работе на заказ. И заказы обещают давать не во второй половине года, а в первой и со сроком не один год, а три или даже семь. И хотя либеральный бред о регулирующей роли рынка еще продолжают нести, но характерная для этапа монополистического капитализма работа на заказ все же берет вверх. Так когда же у нас произошла буржуазная революция? Когда у нас из программы правящей в царстве партии, выкинули главное в марксизме. Чтобы знать, что главное в марксизме, не обязательно быть марксистом. Если я представитель буржуазной науки и занимаюсь марксологией, могу я узнать, что главное в марксизме? Могу. Или так уж трудно почитать Ленина и узнать, что главное в ленинизме? Квалифицированные сотрудники ЦРУ знают, что главное в марксизме и ленинизме – это учение о диктатуре пролетариата. И вот выкинуло КПСС на 22 съезде из своей программы тезис о диктатуре пролетариата. Причем это сделал не какой-то свихнувшийся член партии или какой-то отдельный, заряженный ревизионизмом идеолог, а совершил этот акт – отречение от марксизма-ленинизма высший орган, правивший в Советском Союзе партии. И вот на 22 съезде по докладу Никиты Сергеевича Хрущева, первого секретаря, который отличался тем, что вообще в марксизме и ленинизме не разбирался, но считался верным ленинцем, вот по докладу Хрущева 22 съезд единогласно, единогласно, что очень печально, принял решение изменить программу партии и тезис о диктатуре пролетариата оттуда изъять. Итак, правящая партия решила выбросить из своей программы диктатуру рабочего класса. То есть больше не быть партией диктатуры рабочего класса, а заодно и вообще партией рабочего класса. Цель производства решила тоже поменять. До этого цель производства была сформулирована и в первой, и во второй программе партии так. Обеспечение благосостояния и всестороннее развитие всех членов общества. А вместо этого записали удовлетворение растущих материальных и духовных потребностей советских людей. Будем удовлетворять растущие потребности ваши. Вы больше пьете, а мы все более полно удовлетворяем. Еще больше, мы еще более полно удовлетворяем. То есть новоявленная задача производства уже не в развитии всех членов общества, а просто в удовлетворении потребности людей. Вне зависимости от того, что это за потребности. Есть потребность – курите, пока не умрете от рака легких. Есть потребность в наркотиках? Есть. Тем более водка и курева – это тоже наркотики. И нашли другие. Давайте все более полно удовлетворять. Сейчас так и делается. Все более и более полно удовлетворяются потребности. А обеспечение полного благосостояния и всестороннего развития всех членов общества – нет. Ешьте, пейте, а о ликвидации социального неравенства не думайте. А раньше какая цель была? Социализм есть уничтожение классов, писал Ленин. Все более-менее грамотные марксисты понимают, что уничтожить социальное неравенство – это значит уничтожить деление общества на классы. А для полного уничтожения классов недостаточно уничтожить частную собственность. Нужно еще уничтожить различия между городом и деревней, людьми физического и умственного труда. А это дело очень долгое. И пока это не сделано, должна существовать диктатура рабочего класса. Эта диктатура должна соответственно существовать до полного уничтожения классов, то есть до полного коммунизма. А у нас был полный коммунизм? Нет. Вывод, который мы должны сделать и подчеркнуть. Политическая контрреволюция произошла в 1961 году. Поэтому, конечно, мы можем ругать Ельцина, Горбачева, Брежнева. На Брежнева что-то не нападают, а зря. Можно некоторые обвинения добавить. Вот в программе партии, принятой 22 съездом КПСС, было записано, что рабочий класс имеет при социализме руководящую роль. Но в брежневский период ее вытеснила другая формула. У рабочего класса ведущая роль. А в чем разница? В том, что тот, кто руководит, определяет, кто ведет и куда. Если человек садится за руль и едет один, то у него управляющая роль, а ведущая роль у ведущего моста. Так вот, во всей идеологической практике брежневского времени везде вместо руководящей роли рабочего класса редакторы вписывали «ведущая». То есть упоминание о руководящей роли рабочего класса изгонялось. А про тех членов партии, которые в вопросе о диктатуре пролетариата не разбирались, ленинскими словами можно и нужно сказать следующее. Тот, кто не понимает, что должна быть либо диктатура пролетариата, либо диктатура буржуазии, тот либо безнадежный идиот, либо политически настолько неграмотен, что его не только на трибуну, но и на собрание пускать стыдно. И вот, политически неграмотные члены партии у нас, к сожалению, ко времени 22-го съезда, стали легкой добычей ревизионистов, ренегатов, отступников от марксизма. Поэтому правильно будет считать, что политическая контрреволюция произошла в СССР в 1961 году. Октябрь 1961 года следует считать началом переходного периода от коммунизма к капитализму. Если государство уже не было государством рабочего класса, то государственная собственность стала формой какой собственности? Вот если государство – это государство рабочего класса, а рабочий класс имеет самые передовые общественные интересы, то, направляя экономику в общественных интересах, он экономически обеспечивает общественную собственность. Потому что общественная собственность имеет место как экономическая реальность тогда и только тогда, когда она осуществляется посредством подчинения производства общественным интересам. Следовательно, с уничтожением диктатуры рабочего класса, рабочий класс, а вместе с ним и все общество, лишилось подчинения производства интересам рабочего класса, то есть общественным интересам и тем самым лишилось общественной собственности на государственные средства производства. А государственно-партийный номенклатурный верх получил государственную собственность. Правда, для прикрытия государства и собственность объявили общенародными. Но общенародных государств не бывает. Поэтому так называемая общенародная собственность фактически стала частной собственностью партийно-государственной верхушки. И что осталось делать, чтобы прийти к обычной частнокапиталистической собственности? Когда-то ее надо было поделить, а делить ее стали уже после Горбачева при Ельцине. Горбачев стремился привести партию к тому, чтобы она постановила осуществить приватизацию. И он это сделал. Апрельский 1991 года пленум ЦК КПСС, несмотря на решительный протест со стороны представителя движения коммунистической инициативы члена ЦК КПСС профессора Сергеева, провозгласил ориентацию на рынок и приватизацию. А что такое приватизация? Превращение общей собственностью в частную собственность отдельных лиц. Тем самым КПСС перестала существовать как коммунистическая партия, а непосредственно приватизация проводилась уже при Ельцине. И все это было продолжением той, по сути дела, антикоммунистической политической линии, которая была взята на 22-м съезде КПСС. В экономике поворот на рынок, на товарное хозяйство, высшей формой которого является капитализм, произошел в 1965 году. Летом 1965 года в газете «Правда» прошло как бы обсуждение вопроса о том, на что должны быть сориентированы предприятия. Харьковский экономист Либерман выступил в газете «Правда» со статьей о том, что надо основным показателем деятельности предприятия сделать прибыль. Его поддержали директор объединения имени Свердова Кулагин и член-корреспондент АН СССР Леонтьев. Представителям другой точки зрения слова «в правде» представлено не было. А ведь советская социалистическая экономика добилась грандиозных успехов, благодаря тому, что предприятия были ориентированы не на прибыль, а на снижение себестоимости продукции. А за счет чего можно снизить себестоимость? За счет внедрения достижений научно-технического прогресса, лучшей дисциплины, умелости рабочих, лучшей организации производства. От уровня снижения себестоимости зависела величина фонда-директора, являвшегося источником материального поощрения за трудовые успехи. Соревнования между предприятиями также шло по линии снижения себестоимости на продукцию, производство которой установлено заданиями по номенклатуре. Величина прибыли же устанавливалась нормативно фиксированным процентом от величины себестоимости. Оптовая цена формировалась так. Себестоимость плюс нормативная прибыль. А дальше, если себестоимость пошла вниз, значит оптовая цена тоже пошла вниз. Разница между фиксированной розничной ценой и уменьшающейся оптовой, которая называлась налогом с оборота, соответственно увеличивалась. Причем налог с оборота составлял около половины доходов государственного бюджета. Вторую половину обеспечивала прибыль. Когда разница между розничной ценой и оптовой становилась ненормально большой, государство приводило ее в норму путем снижения розничных цен на предметы потребления. И цены снижали при Сталине регулярно. Не потому, что Сталин в соответствии с целью социалистического производства заботился о повышении благосостояния народа. А потому, что сама организация экономики требовала периодического снижения розничных цен. Если в результате роста производительности труда под воздействием научно-технического прогресса снижались затраты, появлялась возможность и необходимость снижать цены. А это, в свою очередь, повышало спрос и создавало условия для расширения производства. Увеличение же масштабов производства, как известно, облегчает внедрение научно-технических достижений и способствует более быстрому росту производительности труда. На публикации трех статей, указанных выше авторов, в органе ЦК КПСС газете «Правда» экономическая псевдодискуссия была завершена. А уже в сентябре 1965 года пленум ЦК КПСС принял решение об экономической реформе, которая состояла в выбрасывании из числа плановых показателей для предприятий номенклатуры производимой продукции, производительности труда и себестоимости, и замене их показателями прибыли, объема реализованной продукции и нормы рентабельности. От величины этих показателей зависела теперь величина поощрительных фондов, и предприятия были ориентированы не на реализацию общественных интересов, а на борьбу за интересы отдельных коллективов, все более и более выступавших не как производители непосредственно общественных продуктов, а как товаропроизводители. Началось становление товарного хозяйства, высшей формой которого, как известно, является капитализм. С сентября 1965 года все было соориентировано на прибыль, рентабельность и объем реализации, и цены, естественно, пошли вверх. Предприятия превращались в продавцов товаров, а планомерная организация производства стала заменяться стихией рынка. В политике и идеологии возобладала ориентация на рынок. И потом из тех людей, которые сориентированы на рынок, стали формировать партийный и государственный аппарат под лозунгом привлечения инженерно-технических работников в партийный аппарат. И что у сориентированного на рынок работника было в голове. Вот есть такой горбачевский халуй В.А. Медведев. Он сейчас прислуживает Горбачеву в фонде Горбачева. Фонд Горбачева был основан как центр иностранного влияния на территории России, в состав учредителей которого наряду с Горбачевым входят известный враг СССР и России Киссинджер, американский сенатор Крэнстон и японский Накасоне. На учреждение этого фонда Горбачевым было потрачено 400 тысяч долларов, полученных Горбачевым за разрушение СССР. И вот в этом фонде у Горбачева в помощниках ходит бывший секретарь ЦК КПСС, доктор экономических наук В.А. Медведев. Этот В.А. Медведев в переходный от социализма к капитализму период издал книжечку для системы партийной учебы, в которой есть характерная иллюстрация. Человек нарисован многорукий, который показывает на хозрасчет прибыль, рентабельность и тому подобные атрибуты экономической реформы 1965 года. А вместо головы у него круглая рублевая монета – рубль. И вот если в системе партийной учебы пропагандировалась такая идея, что у человека вместо головы должен быть рубль, то становится понятно, куда разворачивалась экономика. Она и развернулась на рынок, уйдя от цели обеспечения благосостояния всестороннего развития всех членов общества. В экономике победила капиталистическая контрреволюция. Вопрос о том, когда считать произошедшей контрреволюцию в СССР, обсуждается и в международном, рабочем и коммунистическом движении. Некоторые товарищи из Компартии других стран считают, что политическая контрреволюция произошла уже на 20-м съезде, где Хрущев выступил с антисталинским докладом о преодолении культа личности. Но это был доклад вне рамок повестки дня съезда, не было его обсуждения и решений по нему никаких не принималось. Члены партии не обязаны были этим докладом руководствоваться. А вот постановление 22-го съезда КПСС по программе было принято на 22-м съезде, причем самое печальное, что единогласно. Допустим, была бы борьба, одни за диктатуру пролетариата, другие против и те, кто за диктатуру рабочего класса, оказались в меньшинстве. Нет, этого не было. Такое было на 28-м съезде, где Виктор Аркадьевич Чулькин, выступавший от имени движения коммунистической инициативы, предложил осудить ориентацию на рынок как губительную для партии и для страны. Треть делегатов съезда голосовала за это предложение, а две трети – против. Опять же, высший руководящий орган партии принял антикоммунистическое решение, что говорит о том, что КПСС к этому времени потеряла коммунистический характер. Поэтому нельзя снять с КПСС ответственности за контрреволюцию в СССР. Последовавшие за 22-м съездом КПСС контрреволюционные события и прежде всего расстрел рабочих в Новочеркасске в 1962 году продемонстрировали, что означает уничтожение диктатуры рабочего класса, реставрацию диктатуры буржуазии, социальное бытие и социальное сознание. Задача наша не в том, чтобы отдельно исследовать общественное бытие, а затем еще и общественное сознание, а в том, чтобы понять взаимосвязь общественного бытия и общественного сознания, их диалектическое единство, при определяющей роли общественного бытия. Главный тезис, который мы должны воспринять, это тезис о том, что общественное бытие определяет общественное сознание. В начале настоящей книги, когда речь шла о материализме как таковом, мы говорили, что главный тезис материализма состоит в том, что бытие, то есть материя, первично, сознание — вторично. Здесь же речь идет не о материи вообще, а о ее высшей форме, об обществе. Речь идет об общественном бытии и общественном сознании, а не о бытии и сознании вообще. Поэтому тезис о том, что общественное бытие определяет общественное сознание — это не просто тезис материализма, а тезис материализма, примененного к истории, к развитию человеческого общества или, другими словами, исторического материализма. Альтернативой ему может служить только идеализм, примененный к истории, то есть исторический идеализм. С одной стороны, исторический материализм – это выдающееся открытие Маркса и Энгельса, которое позволяет науку о развитии общества поставить на прочный фундамент надежной методологии. С другой стороны, это открытие настоящим образом не освоено. Одни основной тезис исторического материализма вообще не знают, другие знают, но не понимают. Третьи трактуют вульгарно, подменяя его основным тезисом материализма о том, что бытие определяет сознание, и пытаясь напрямую применить этот тезис к истории. Но разве правильно будет сказать, что бытие человека определяет сознание человека? Или еще более грубо, можем ли мы сказать, что я есть то, что я ем? Или можем ли мы сказать, что то, что я ношу, или то, на чем я сижу, или на чем я езжу, определяет мое сознание? Можем ли мы сказать, что те материальные условия жизни, которые у меня есть, определяют и мое сознание? Можем? Не можем. Не можем мы этого сказать, так как имеем очень крупные и хорошо известные исторические примеры, которые это абсолютно опровергают. Самый яркий пример, который дала история России, это выступление декабристов против крепостного права. Кто такие декабристы по своему материальному положению, по своему бытию? По своему бытию декабристы являлись представителями господствующего класса феодального общества на таком этапе его развития, когда этот господствующий класс уже перестал быть прогрессивным классом и стал классом реакционным, то есть их положение – это положение членов реакционного, уходящего класса общества. А идеи, которые отстаивали декабристы, идеи ликвидации крепостничества, феодальной зависимости всякого рода, являются идеями класса другого, класса прогрессивного, нарождающегося, класса буржуазии. То есть мы имеем очень яркий и очень крупный исторический пример, которым не только не подтверждается, а прямо опровергается мысль или предположение о том, что бытие людей определяет их сознание. Точно так же, если мы будем рассматривать различных исторических политических деятелей, о чем мы уже не раз говорили, мы обнаружим, что очень часто люди принадлежат к одному классу, а выражают мысли и идеи, выгодные другому классу, содействуют тому, чтобы другой класс осознал свои интересы или прямо вносят в класс сознание его интересов. Например, Ленин по своему положению не был рабочим. Более того, с 16 лет, когда его отец получил дворянство, он тоже приобрел титул дворянина. Но по своей политической деятельности он, конечно, был представителем, выразителем интересов рабочего класса. Не только его идеологическим представителем, но и политическим вождем и руководителем. Если взять Маркса, то кто такой Маркс по его бытию? Маркс родился в Германии в семье немецкого адвоката еврейского происхождения. Потом отец принял католичество. А тогда это означало фактически смену национальности, которая считалась не по крови, а по религии. И вот сын этого самого немецкого адвоката явился представителем вовсе не того слоя, к которому он принадлежал, а наоборот, стал самым ярким и последовательным борцом против всякого мещанства, против мелкобуржуазности и буржуазности, стал вместе с Энгельсом основателем научной идеологии пролетариата. Большевики, какому бы классу или слою каждый из них конкретно не принадлежал, вносили идеи Маркса, Энгельса и Ленина в рабочий класс. А рабочий класс, как показал Ленин в работе «Что делать?», имея пролетарское бытие, не может самостоятельно выработать пролетарскую идеологию, которая может возникнуть лишь на основе дальнейшего развития науки. Условия жизни рабочего класса в царской России были таковы, что рабочий день состоял 11,5 часов. Почти столько же, сколько недавно предлагал установить для рабочих нынешней буржуазной России олигарх Прохоров. При таком рабочем дне у рабочего класса нет свободного времени, необходимого для того, чтобы освоить те научные достижения, результатом которых только и может быть научно выработанная идеология рабочего класса. Из сказанного следует, что предположение, будто бытие отдельно взятых людей определяет их сознание, противоречит историческим фактам. С одной стороны, индивиды, принадлежащие к одному классу или слою, нередко выражают интересы другого класса или слоя. С другой стороны, взятый сам по себе класс, который имеет вполне определенное бытие, свои интересы не выражают в сфере идеологии или это делают в порядке исключения отдельные представители этого класса. Был, например, такой немецкий рабочий кожевенник Иосиф Дицген, который самостоятельно пришел к диалектическому материализму, и Ленин цитирует в своих философских тетрадях его мелкие философские работы. Основной тезис исторического материализма «Общественное бытие» определяет общественное сознание. Не следует путать с основным тезисом диалектического материализма о том, что бытие первично, а сознание вторично. Тем более, что, во-первых, общественное бытие – это не бытие вообще и не бытие отдельного человека, а бытие общества. А во-вторых, общественное сознание – это не сознание отдельного лица или отдельных лиц, а это сознание общества. Тезис «Общественное бытие определяет общественное сознание» относится не к отдельным лицам, а к обществу в целом. Применение этого основного тезиса исторического материализма к конкретному обществу является довольно простым. Например, если общество рабовладельческое, то какое сознание господствует в этом обществе? Сознание рабов или сознание рабовладельцев? Какие мысли господствуют в этом обществе? Мысли, которые рождаются у рабов или мысли господствующего класса рабовладельцев? Я думаю, что никто не будет спорить на эту тему. И это не подлежит какому-то длительному обсуждению, потому что ответ исторически очевиден и состоит в том, что, безусловно, в рабовладельческом обществе господствует идеология рабовладельцев, тем более, что это общество демократии, которое распространялось на рабовладельцев и некоторых свободных граждан, но не распространялось на рабов, на огромное большинство, на тех, кто создает материальные блага, на тех, кто находится, можно сказать, в бытии общества. Из этого не следует, что идеология рабовладельцев, тем более на ранних стадиях развития рабовладения, непременно реакционно или только реакционно, потому что на известном этапе, когда образовывалось рабовладение, это был значительный шаг вперед, прогрессивный по сравнению с первобытно-общинным коммунизмом. Если мы возьмем общество феодальное, я думаю, никто не станет доказывать, что в феодальном обществе господствуют мысли крепостных крестьян. Отдельные представители феодального класса или отдельные писатели, отдельные представители сферы искусства выражают в той или иной мере мысли крестьян. Но в целом господствующие в феодальном обществе мысли – это мысли класса феодалов. То, что идеология господствующего класса является господствующей идеологией, в рабовладельческом и феодальном обществе почти самоочевидно. А вот в буржуазном обществе, благодаря тому, что здесь нет такого очевидного господства эксплуататорского класса, которое было бы выражено в юридически закрепленных привилегиях этого класса по сравнению с другими, в буржуазном обществе такой самоочевидности уже нет. Почему? Потому что здесь формально как бы все равны. Различия же касаются того, у кого сколько богатства, кто имеет средства производства, а кто не имеет. Господствуют так называемые права человека, в отношении которых Чернышевский высказался так, что каждый может есть на золотом блюде, если оно у него есть. Есть у вас золотое блюдо? Вот, пожалуйста, ешьте на золотом блюде. Яхта есть? Догоняйте Абрамовича. Если у вас денег больше, чем у Абрамовича, сделайте больше яхту. В чем проблема? А если у вас нет денег, то значит вы неудачник, а Абрамович – удачник. Как нам сейчас объясняют. Все очень просто, дескать. У вас были равные стартовые возможности. Он первый побежал со старта и первый захватил огромную долю общественного достояния. А остальные, в силу своей порядочности, просто не побежали, как мародеры, растаскивать общественное добро. Ну а раз вы не побежали, вас и сняли с дистанции. А раз сняли, дескать, вот так и живите впроговать. То есть формальное равенство тут присутствует, дескать, все тут равны. Но некоторые равнее, а именно те, кто имеет у себя в собственности значительные средства производства, в которых воплощен труд иных членов общества. Другие совершенно свободны от всего, прежде всего от собственности на средства производства. У нас есть люди, свободные даже от зарплаты и вообще от всяких доходов и от жилья бомжи. Это абсолютно свободные люди, ничто их не отягощает, сидят себе на помойках, завернувшись в выкинутое барахло, и читают книги, пока не замерзнут. Замерзнут не летом, пока солнце греет, а зимой, когда бездомных уже ничто не сможет согреть. И к этому, выбрасывающему своих членов на помойки обществу, точно так же применим тезис о том, что в нем господствуют мысли господствующего буржуазного класса. Что значит господствует? Это не значит, что в общественном сознании присутствуют мысли только господствующего класса. Имеются и мысли, отражающие положение эксплуатируемого класса. Но мысли господствующего класса преобладают. Позиции угнетенного класса представлены в меньшей степени и с меньшей широтой. Скажем, книга Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», вышедшая в 1790 году, вряд ли отражала интересы господствующего феодального класса. Но она же была опубликована, эта книга. Или возьмем поэзию Некрасова. Конечно же, она отражала жизнь крестьянского класса и показывала то ужасное положение, в котором он находился. Но все же она имела место в феодальном обществе. Стихи и поэмы Некрасова публиковались. Все мысли, которые есть в обществе, как мысли ныне живущих людей, так и плоды духовного творчества прежних поколений, составляют общественное сознание. То есть не только те мысли, которые высказываются представителями ныне существующего поколения, ну и те, которые были высказаны или выражены тем или иным способом представителями прежних поколений и сохраняются для будущих поколений. Каждый конкретный человек конечен и смертен, человечество же бесконечно и бессмертно. И те творения, которые создали отдельные смертные люди и которые продвигают человечество вперед, тоже бесконечны и бессмертны, что выражается в понятии классики. Классика – это не просто то, что было в какое-то время и безвозвратно ушло, а то, что всегда современно в том смысле, что оно составляет основу, стержень дальнейшего духовного развития общества. Вот что такое классика. Все современное предстает перед судом истории, которая разбирается в том, что является прогрессивным, что отставым, что является действительно великим, а что является на самом деле мелким, ничтожным, но вот сейчас забавляет толпу. В последнем случае говорят о поп-культуре. Что значит поп-культура? Что значит поп? Поп – популярное. А почему популярное? Может, потому что существуют определенные приемы раскручивания тех или иных певцов или других представителей сферы культуры, и эти приемы столь могущественны, что люди, которые занимаются таким раскручиванием, иногда теряют вообще голову, как можно было, например, наблюдать в связи с кончиной артистки Гурченко. Хорошая актриса. Но когда начинают воинские почести отдавать на похоронах артистки, это уже явный перебор, ибо все за известными границами переходит в свою противоположность. Что касается науки, то в ней число сторонников истины и число ее противников определяющей роли не играет. Каждое научное открытие делается одним от силы несколькими людьми. Большая редкость, чтобы двое ученых одновременно что-либо открыли. Первооткрыватели, естественно, всегда в меньшинстве, поэтому в сфере науки не может быть оглядки на большинство. Вот Евклид дал свою геометрию, и все человечество ею пользуется. Математические теоремы не затрагивают интересы классов, поэтому в сфере математики классовый подход неприменим. Это касается и других естественных наук. Ну а в общественных науках картина другая, поскольку они затрагивают интересы тех или иных классов. Очень часто бывает, что истинная точка зрения широко не распространена, а распространена точка зрения ложная. Но это для науки как бы безразлично, потому что с ходом истории, с развитием человечества все станет на свои места. Почему? Потому что наука это движение к истине, а истина есть соответствие понятия объекту, знания действительности. Поэтому здесь ни на каких шоу не проедешь. И когда говорят большинство экономистов считают, ну и пусть себе считают, это не так уж и важно. Или большинство юристов считают, ну и что, что они считают. Не это ли большинство юристов обеспечило рейдерство юридически? Кто это сделал? Химики? Философы? Политологи? Или юристы, которые подготовили такие законы? А теперь вот у нас есть рейдерство. Рейдерство связано с тем, как построены законы. В то же время мы прекрасно знаем, что есть в науке крупные ученые. И вот эти крупные ученые сделали крупные открытия. И они остаются навечно. А были они, когда сделали свои открытия в большинстве или в меньшинстве? Ну, конечно, в меньшинстве. Как можно сделать открытие и сразу оказаться в большинстве? Ну, как это может быть? У нас, соответственно, коллизии происходят во время защиты диссертаций. Ведь если это серьезная докторская диссертация, то она открывает новое научное направление. А что значит новое научное направление? Она открывает некоторые мысли или идеи, с которыми пока мало кто согласился. Значит, что должен сделать диссертант, чтобы защитить диссертацию? Или он должен постареть? Или какую-нибудь слабую идею принести, на которую никто не обращает внимания? Он бормочет что-нибудь, потом проголосует члена ученого совета и пусть идет. И часто бывает, что очень хорошие работы не защищаются или защищаются не сразу. И наоборот, слабые работы проходят. Более того, положение о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий устанавливается, что диссертация считается защищенной, если за нее проголосовало две трети членов специализированного совета. Ну а как за действительно новую идею сразу две трети может быть? Либо она уже должна как-то постареть, чтобы за нее можно было сразу две трети голосов, либо время должно пройти, чтобы диссертант постарел. И вот, когда он уже с палочкой ходит, тогда наверняка признает, что у него свежая идея и можно за нее голосовать. Наука это особая сфера. Сфера искусства тоже особая сфера. Как ты ее не направляй и как только господствующий класс не пытается для этого использовать свое экономическое господство, исходя из того, что общественное бытие определяет общественное сознание, никогда так и не получалось и не получится, чтобы в сфере искусства прямые или однозначно выражались только интересы господствующего класса. Вот Ленин, например, писал про Льва Толстого, что это матерое человечище, что это зеркало русской революции, независимо от того, что думал про революцию лично Лев Толстой. Он стал зеркалом русской революции объективно как великий писатель, величайший писатель всех времен и народов. Но если взять его философскую концепцию, то Ленин ее резко отрицательно оценивал как концепцию помещика и уродствующего во Христе. И хоть важно, какая философская позиция у писателя, для оценки его творчества это не является определяющим, потому что это сфера искусства. А сфера искусства это сфера постижения мира в образах, а не познания истины в понятиях. художник постигает мир через создание таких образов, которые непосредственно влияют на чувства людей. А что думают по этому поводу создающие эти образы писатель, композитор, поэт, это не самое важное дело. Можно сказать, например, что в политике Ростропович глупости говорил, выступая как антисоветчик. Но так ли уж важно, что говорил Ростропович? Играл-то он хорошо? Давайте лучше его послушаем, а в политике мы как-нибудь без него разберемся, ведь в ней он не профессионал и просто повторял расхожие буржуазные идеи. Или вот у нас памятник Сахарову стоит недалеко от Санкт-Петербургского государственного университета. Памятник плохой, а вот физиком Сахаров был хорошим. Подотворно участвовал в разработке советской ядерной программы и Родина его вклад высоко оценила. А вот что касается его концепции Конституции России, опять же это перепев отживающих буржуазных идей. Передовые в проекте Конституции России Свободкина. Таким образом, с одной стороны, нам надо твердо усвоить основополагающий тезис исторического материализма как тезис материализма, примененного к сфере истории, что общественное бытие определяет общественное сознание и попытаться понять, что он выражает и каким образом. И с другой стороны, избежать его примитивизации, не изображать дело так, что он применим к любому бытию в обществе, ибо это не в целом общественное бытие. Термин общественное бытие означает бытие всего общества, его способ производства, который определяет сознание опять-таки не отдельных людей, а всего общества. Бытие всего общества определяет сознание всего общества. Частям, элементам и моментам общества рассматриваемый тезис непосредственно не относится. А что значит определяет? Что во взаимодействии общественного бытия и общественного сознания определяющим является общественное бытие, но при этом общественное сознание и его элементы оказывают на общественное бытие обратное воздействие. Неверно считать, что общественное сознание не влияет на общественное бытие или что людям бесполезно ставить какие-либо цели и потом их осуществлять. Разве постановка цели и направление больших масс людей на осуществление этой цели ни к чему не приводит? Приводит. Ведь идея, овладевая массами, становится материальной силой. Сказанное относится не только к прогрессивным идеям, но и к реакционным. Например, у нас сейчас некоторые люди, даже на уровне руководителей, считают, что надо сделать к 2020 году в России половину работников так называемыми самозанятыми. Это кто такие самозанятые? Это люди, выброшенные в современных капиталистических предприятий и превращенные сначала в безработных, а затем в мелких буржуа, то есть в мелких хозяйчиков, имеющих мелкие средства производства и работающих на рынок. То есть предпринимается реакционная попытка реставрировать класс мелких буржуа, который самим ходом развития капитализма разлагается на ничтожное меньшинство капиталистов и огромное большинство наемных рабочих. А государство при этом, вместо того, чтобы осуществлять регулирование экономики, объективно необходимое в условиях монополистического капитализма, умывает руки. Дескать, вы самозанятые? Что хотите, то и делайте. Чем хотите, тем и занимайтесь. Спасайтесь кто может. На государство не надейтесь. А вот налоги исправно платите. Для начала своего дела вам дают ничтожную по меркам современной монополистической конкуренции сумму. И если после этого вам не удалось выжить в суровой конкурентной борьбе с крупным монополистическим капиталом, государство не виновата. Вы оказались неудачниками, а вот Абрамович, Лисин и Прохоров, отхватившие огромные куски общественной собственности и использовавшие их в качестве стартового капитала, оказались удачниками. Что значит половину работников превратить в самозанятых? Это значит половину предприятий постараться уничтожить, а заодно закрыть и половину вузов. В свое время был такой представитель президента в Санкт-Петербурге Цыпляев, который призывал оставить 40% вузов. Ну хорошо, давайте на фоне разговоров о гигантском развороте научно-технического прогресса, модернизации, инновациях, умной экономике выгоним половину преподавателей вузов. Куда вы их выгоните сейчас? Куда? На заводы? Так заводы разрушены и уничтожаются. И раз у нас объявлено информационное общество, давайте преподавателей и из информационной сферы выгоним. И куда вы их выгоните? В самозанятые? Пусть доцент купит коз и будет у него три козы. Так что ли? Или как Чубайс на заре его приводизаторской молодости цветочки пусть разводит. Спрашивается, кому мешают люди образованные? Человеку серому, случайно попавшему во власть, ему мешают люди образованные. Ну а если человек не серый, разве он должен, если человек что-либо умное сказал, опечалиться или наоборот порадоваться? Если руководитель серый, он старается от себя умных людей отогнать, поснимать. А если он умный, то он радуется, что вокруг умные образованные люди. Скажем, у нас сейчас очень много частных вузов. Частные вузы создаются за счет тех же капиталистов. У них есть лишние деньги, которые они потратили на финансирование образования, а закроют вузы, они их на финансирование казино потратят. Мне могут не нравиться эти капиталисты, но мне больше нравится, что они создают образовательные учреждения, а не казино. Одновременно с разговорами о расширении рядов самозанятых, наверху говорят и о том, что сейчас мало рабочих. Но пойдет ли молодежь в рабочие, если разрушаются заводы, а значит выпускникам профессионально-технических училищ на работу будет не устроиться? Сейчас требуются рабочие третьего разряда? Нет. Нужны какого разряда? Пятого, шестого. А где их взять? А нигде их не возьмешь. Их надо после ПТУ выращивать на производстве. Потому что, чтобы стать рабочим пятого, шестого разряда, нужно 10-15 лет на производстве отработать по соответствующей специальности. Потому что ни в какой школе, ни в каком вузе, ни в каком ПТУ вы к высокому рабочему разряду не подготовитесь. Его дает только опыт работы по рабочей профессии. Вот корреспонденты рассказывали про завод в Воткинске, который делает ракеты, что стоят у верстаков рабочие и напильниками доводят до ума то, что сделали машины. Ловят микроны, убирают лишние. А если они будут доводить? Будут ракеты падать. Сильными мы будем, если вооружимся ракетами, которые будут не долетая до цели падать. Итак, сама по себе формулировка основного положения исторического материализма очень проста. Общественное бытие определяет общественное сознание. А вот понимание этого положения сплошь и рядом неглубокое. Некоторые люди его вообще не понимают и не воспринимают. Услышали и запомнили. Только одно, что бытие первично, сознание вторично, это все знают. Я таких не встречал людей, которые бы этого не знали. Они даже могут к этому положению относиться отрицательно, но знают, что материализм основывается на том, что материя первична, а сознание вторична. А когда им говоришь, что применительно к обществу общественное бытие определяет общественное сознание, они очень удивляются. А ведь по отношению к отдельному человеку действительно совсем другое положение, сформулированное Марксом в тезисах Афербахи. Человек есть продукт обстоятельств и воспитания. Каждый отдельный человек есть продукт обстоятельств и воспитания. В обстоятельства, конечно, входят условия жизни, не характеризующие бытие этого человека, но его индивидуальное бытие не является для него определяющим. Человек определяется и обстоятельствами, и воспитанием. А кто явился воспитателями? Те люди, которые на человека оказали воздействие. Люди друг на друга влияют или не влияют? Влияют. Родители влияют на детей? Влияют. Учителя влияют? Влияют. Друзья влияют? Влияют. Авторитетные люди, которые позаботились о вас и много сделали для вас, как для человека, влияют на вас? Влияют. Влияют. Нередко бывает, что какой-то человек играет решающую роль в судьбе другого. Теперь, после того, как мы выяснили, в чем состоит важнейший тезис материализма, применительно к истории, то есть к человеческому обществу, взятому в развитии, давайте вернемся к тому, что собой представляет общественное бытие и что собой представляет общественное сознание. А потом снова обратимся к тезису об определяющей роли общественного бытия по отношению к общественному сознанию. Что такое общественное бытие? Общественное бытие – это бытие общества. Этот ответ недостаточный. Почему? Потому что не раскрыто, что есть бытие общества. Неправильным пониманием бытия общества будет сведение его просто к бытию его членов, взятых порознь. Ведь общество – это люди, связанные отношениями, и только вместе со своими отношениями они образуют общество, определенный социальный организм. И вот бытие этого социального организма является способ производства, обеспечивающий поддержание жизни общества, то есть его бытие. Вообще говоря, бытие общества – это не только производство материальных благ, это производство действительной жизни, то есть не только материальных благ, но и людей. Каждый человек смертен, поэтому люди из жизни уходят, но отдельные люди от человечества из жизни не уходят. Человечество в этом смысле бесконечно и вечно. А почему оно бесконечно и вечно? Потому что одновременно с тем, как идет производство материальных благ, в это же время идет производство людей, и в этом сущной семьи с материалистической точки зрения. Что такое семья? Это ячейка общества, определяющая моментом, который является производство кого? Людей, рождение детей и воспитание их членами общества. Но производство людей, в свою очередь, тоже основывается на производстве материальных благ. Поэтому производство материальных благ в характерной для него общественной форме образует экономический базис общества. То есть экономический базис общества – это способ производства как единства производительных сил и производственных отношений, определенность которому придает форма производственных отношений. В настоящее время способ производства в России капиталистический. Это накладывает свой отпечаток и на производство людей. Например, дополнительные субсидии строительным или образовательным организациям, к услугам которых семьи, в которых родилось двое и более детей, прибегают для строительства жилья или обучения детей на коммерческой основе, называются материнским капиталом. У кого-нибудь есть из матерей в руках этот капитал? Нет. А что означает так называемый материнский капитал? Это значит, что деньги выделены, но непосредственно матерям, а финансовым структурам. Если у вас в семье родился второй ребенок, то если будет у вас столько денег, что вы сможете купить квартиру, то государство оплатит 10% от стоимости квартиры, причем деньги поступят не матерям, а в строительную организацию. А если вам не хватает доплатить 90% за квартиру, то и этих 10% вам не будет выделено. Или вот если у вас вырастут дети большие и пойдут в платный вуз, то государство заплатит вузу за обучение ваших детей. Оказывается, предполагается, что и тогда, когда дорастут до поступления в вуз ныне родившиеся дети, будет платное образование. Но матери непосредственно ни сейчас, ни в будущем никаких денег не получат, а выплаты строительным предприятиям и вузам будут происходить из государственного капитала. И это называется материнский капитал. И все матери у нас, имеющие не менее двух детей, изображаются капиталистскими. Поэтому, когда такие броские названия дают, вроде материнского капитала, надо смотреть, что там за этим стоит, что на самом деле предполагается.